Что кавказские народы, хотя и проявляли свою волю к независимости, к демократии, но они не могли этого достичь. Но после того, как Грузия первая подняла флаг борьбы за независимость, за свободу, и которая 9 апреля 1989 года совершила поистине героический подвиг и нанесла сокрушительное поражение Советской империи, После этого свободолюбивым народам не только Кавказа, но и всего бывшего Советского Союза и даже Восточной Европы был дан большой стимул в их борьбе за независимость, за свободу. Я хочу особо подчеркнуть, что наша борьба за свободу и независимость это не и есть сеяние ненависти к другим народам. Скорее наоборот, те, кто притесняет народы, кто подавляет их волю в борьбе за свободу и независимость, Как раз они являются разжигателями этого негативного чувства, а мы за дружбу всех народов. Мы за дружбу, сотрудничество с российским народом и очень зря, очень неправильно рисуют наше движение как антироссийское, я бы сказал. Мы считаем, что дружба возможна только между равными, дружба невозможна между господином и рабом. Мы не хотим быть рабами. Мы вышли из этого возраста, дорогие друзья. Но за равные отношения, за дружбу, за сотрудничество мы не пожалеем ничего. В особенности с нашим ближайшим северным соседом. Так что дезинформация, клевета, которая распространялась на наше движение, по-моему, не достигла цели. И вот об этом свидетельствует сегодняшнее собрание, где присутствуют официальные представители Российской Федерации, представители движения и партии Российской Федерации. И вот это излишний раз подчеркивает нашу добрую волю на дружбу и сотрудничество со всеми народами и государствами мира. Кавказ никому не противопоставляет себя, ни с кем не борется, не вступает в конфронтацию, но заодно и призывает к уважению, своему суверенитету. Кавказские народы, такие же народы, такие народы других регионов нашей планеты. И они заслуживают независимость и свободу так же, как и другие народы нашего земного шара. Вот истина, вот истина, за которую мы боремся, не ущемляя права никаких народов и никаких государств. И желаем встретить взаимопонимание. И я уверен, что мы встретим это взаимопонимание. И наша борьба не будет обязательно кровавой, не будет обязательно насильственной, она будет мирной. И мы, провозглашая свои идеи, свои принципы, я уверен, что найдем взаимопонимание в современной России, которая сейчас стоит на путь демократии, свободного развития. И, можно сказать, с уверенностью освобождение от имперских амбиций. Так что, это все нас радует. Я еще раз приветствую сегодняшний день. Этот день, как и день провозглашения независимости Грузии в 1990 году, является верхой в истории Кавказа, в истории кавказских народов, за обретение истинной свободы и независимости. За нашу и вашу свободу, за нашу дружбу, за взаимопонимание и дружбу всех народов, населяющих не только этот регион, но и весь мир. Спасибо. Продолжение следует...